Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и мы продолжаем наши разговоры о реактивном движении, реактивной тяге и реактивных двигателях. Наш сегодняшний ролик будет посвящен турбореактивным двигателям и их ближайшим родственникам. Двухконтурным турбореактивным двигателям, они же турбовентиляторные и турбовинтовым двигателям. Я должен сразу сказать, что по традиции нашего канала мы будем обсуждать прежде всего физику дела. А что касается истории создания этих двигателей, тонкости и конструкции. На ютубе есть достаточно прекрасных роликов на эту тему. А кого интересует, как такие двигатели делаются собственными руками, на это есть канал Игоря Негоды, ну и разные другие материалы на ютубе. Мы же будем заниматься физикой. И мы начнем с различения между ракетными двигателями и воздушно-реактивными двигателями, которым кроме турбореактивного и его родственников относятся также пульсирующий реактивный двигатель и прямоточный реактивный двигатель. Так вот, в ракетных двигателях и топливо, и окислитель находятся в баках ракеты, поступают оттуда в камеру сгорания, воспламеняются и дальше горячие газы, горячая струя вылетают через сопло, создавая реактивную тягу. А все воздушно-реактивные двигатели, ну а точнее сказать все машины, в которых эти двигатели применяются, они в баках своих несут только горючие. А окислитель, то есть кислород, он берется из воздуха через воздухозаборник, ну а потом, соответственно, нагретая смесь, содержащая воздух и продукты сгорания, она вылетает через сопло. И вот тут есть первый важный момент понимания. Вот давайте представим себе, что мы сжигаем 1 килограмм керосина. Сколько потребуется воздуха для этого? Ну, нетрудно посчитать из химических соотношений, что для сжигания килограмма керосина требуется примерно 3,5 килограмма кислорода. Но воздух содержит не только кислород, там его по весу всего 23 процента. Остальное, ну почти все это азот и еще немножко разных других газов. Поэтому на килограмм керосина требуется 15 килограммов воздуха. Но на самом деле, вот для качественного сжигания этого керосина воздуха требуется еще в несколько раз больше, потому что на остатки уже ничего не будет догорать. Надо, чтобы кислород был в избытке. Поэтому реально на килограмм керосина где-то идет, ну там порядка, скажем так условно, 50 килограммов воздуха. Но это значит, что через сопло у нас затекает, например, 50 килограммов, через воздухозаборник, извиняюсь, а через сопло вылетает 51 килограмм на килограмм больше всего. Ну и в этом смысле можно считать, что влетело 50 килограмм, увеличение массы на 1 килограмм пренебрегать и считать, что двигатель это такая грелка. Воздух залетает, его там нагревают и та же самая масса воздуха, ну чуть больше, ну можно этим чуть больше пренебрегать, вылетает из сопла. Ну, между прочим, в проектах двигателей, значит, где атомная энергия используется, примерно что-то такое и происходит. То есть воздух, который, ну прямо в прямоточные двигатели, затекает в гиперзвуковые, он там греется атомным реактором и нагретый вылетает. И вообще никакой массы к нему не добавляется. Ну и вот эта вот идея, что двигатель это устройство, нагревающее воздух. Теперь этот нагретый воздух выбрасывается через сопло. Ну вот она и является базовой для всей идеологии воздушно-реактивного двигателя. И еще один важный пункт, который относится к конструкции многих двигателей, в которых сгорает топливо. Невыгодно воспламенять воздушно-топливную смесь в том и состоянии, когда воздух холодный, потому что энергию придется сразу же тратить на нагрев. А выгодно воздух нагреть предварительно. Ну, так же, как в двигателях внутреннего сгорания. Сначала сжимается воздушно-топливная смесь на такте сжатия, а диабетически она нагревается. Ну и уже эта нагретая смесь воспламеняется. В воздушно-реактивных двигателях, соответственно, предварительно сжимается воздух. И в турбореактивных двигателях он сжимается с помощью специального устройства, компрессора. И здесь уже можно начать рисовать конкретное устройство. Турбореактивного двигателя, конечно, очень схематическое. Ну, а дальше я изображу самую примитивную картинку. Вот у меня корпус двигателя. Красным показана камера сгорания. Она на самом деле кольцевая. И она охватывает вал, проходящий через весь двигатель. А на этом валу сидит перед камерами сгорания такая штука, как компрессор. Много колес с лопатками. Ну, на самом деле, между вращающимися лопатками еще стоят неподвижные лопатки. Я этого здесь не изображаю. Когда компрессор вращается, он захватывает и сжимает воздух. В современных двигателях степень сжатия доходит до сорока. И уже этот сжатый воздух поступает камерам сгорания для воспламенения топлива. Ну, а дальше спрашивается, а компрессор-то за счет чего вращается? А компрессор вращается за счет еще одного колеса, или системы колес, лучше сказать, с лопатками, которые стоят уже сзади, за камерой сгорания. Это турбина. Опять же, здесь есть подвижные лопатки и неподвижные. Я это все опускаю. Важно, что турбина, как через турбину, теперь уже раскаленные газы, еще сильнее разогревшиеся после воспламенения, проходят. Турбину вращают, и часть энергии этих газов идет на вращение компрессора. Ну, а дальше, конечно, они не все, как сказать, не вся эта энергия расходуется. Ну, и дальше все это дело вылетает из сопла. Так что в конце на обрезе сопла, ну, по-хорошему, давление должно понизиться до атмосферного. Ну, собственно, вот вся конструкция. Дальше есть всякие технические тонкости, потому что разделяют на стоящую спереди компрессор низкого давления, за ним высокого давления. Они на двух соосных валах находятся. Ну, и соответственно, здесь у нас стоит турбина высокого давления, а за ней низкого. И задняя турбина крутит передний компрессор, а наоборот, внутренняя турбина, внутренний компрессор. Ну, всякие разные интересные детали, которые относятся не столько к физике, сколько к технике. А я сейчас уже буду переходить к настоящей физике. Ну, и мы будем не мы, если мы немножко не попишем формулы. Ну, и вот наши формулы. Хотя Стивен Хокинг говорил, что каждая формула в научно-популярной книжке уменьшает число читателей в два раза. А здесь у меня четыре формулы. Два в четвертой степени шестнадцать. Число зрителей должно уменьшиться немедленно в шестнадцать раз. Но я надеюсь, что этого не случится. Значит, ну, и вот я изобразил двигатель. И мы находимся сейчас в системе отсчета самолета. Значит, самолет летит со скоростью v, а значит, относительно самолета воздух в двигатель влетает со скоростью v, а вылетает с некоторой большей скоростью разогретая струя. Я эту скорость обозначил w. Ну, и соответственно, по второму закону Ньютона, сила тяги двигателя это масса, выбрасываемая за единицу времени, умножить на ту скорость, которую приобретает, значит, это выбрасываемое тело. А массу я обозначил буквой q, это масса воздуха, протекающего через двигатель за единицу времени. А приобретаемая скорость это разность скоростей w минус v. Ну, вот произведение. Ну, и сразу же общий вывод отсюда. Мы, конечно, хотим увеличить силу тяги. И это можно делать двумя способами. Можно массовый расход воздуха увеличивать. Но вот в нашей базовой схеме турбореактивного двигателя увеличивать массовый расход, это значит увеличивать расход топлива. И значит, тащить с собой большую массу топлива при той же скорости на то же расстояние. Не очень хорошо. Но отсюда возникает идея, может, надо все-таки скорость w увеличить. Ну, и чтобы вот эта разница выросла. Но посмотрим, к чему это приводит. А для этого нужны соображения, касающиеся эффективности, мощностей коэффициента полезного действия. Ну, проще всего посчитать нам полезную мощность. Потому что мощность это сила на скорость. Вот такая сила тяги двигателя. Значит, двигатель движет самолет со скоростью в. Ну, соответственно, надо силу тяги умножить на эту скорость в. И вот мы найдем, скажем так, полезную мощность. А теперь у нас есть еще одна механическая мощность, которая... Значит, энергия же у нас не только вкладывается вот в работу по продвижению самолета, но струя-то вылетевшая, она имеет некоторую скорость относительно воздуха. И значит, она тоже уносит энергию. Вот это кинетическая энергия, которую уносит струя. Ну, надо перейти теперь в систему отчета Земли так удобнее. Воздух был неподвижен, а приобрел им скорость w минус v. Соответственно, мощность, которую уносит этот воздух, это массовую расходку умножить на квадрат скорости пополам, w минус v в квадрате пополам. Ну, и теперь мы вводим так называемый полетный КПД. То есть это не полный КПД двигателя, там же еще в тепло энергия расходуется, та, которая была запасена в горючем. А вот такой по механическим энергиям. Полезная энергия делить на полезную плюс вот ту, которая усвистала из сопла со струей. Значит, ну, знаменатель больше числителя. И если мы все сюда подставим, ну, видно, что у нас КПД сокращается, оно везде есть. W минус v сокращается, значит, здесь одно, а здесь квадрат одно останется. Ну, и мне удобнее всего эту формулу в таком виде записать, ее по-разному записывают. В знаменателе будет в числителе 2w, а в знаменателе 2w все те же двойная скорость самолета плюс приращение скорости. Ну, и дальше смотрите. Чем больше это приращение скорости, то есть вот чем больше мы вот эту вылетевшую скорость сделали, тем большую энергию у нас уносит струя и тем меньше вкладывается энергии, собственно, в работу по продвижению самолета. Так что оказывается, что, ну, мы хотели, чтобы самолет разгонялся, чтобы сила тяги была побольше. Ну, вот увеличение вот этой величины приводит к тому, что у нас эффективность, полетная эффективность, полетное КПД падает. Это означает, что у нас, как это надо, больше все равно опять горючего сжигать, полет на такой скорости оказывается более дорогим. Ну, и, в общем, отсюда возникает мысль, а нельзя ли сделать, чтобы вот это было не очень большой, вот это, значит, приращение скорости, чтобы при этом масса была побольше, но чтобы эта масса была побольше не за счет того, что мы увеличиваем массу топлива. Ну, и тут на сцену выходят турбовентиляторный и турбовинтовой двигатели. Значит, сначала турбовентиляторный рассмотрим. Значит, его иначе называют еще двухконтурным. Значит, внутренний контур – это все тот же турбореактивный двигатель. Но на валу с ним сидит такой пропеллер большего размера, вентилятор. Его-то вы видите, когда подходите к трапу самолета, и там уже начинают вращаться лопатки. Именно вот эти внешние вы видите. Ну, и, соответственно, внешнее сопло, через которое прогоняется теперь уже холодный воздух. Значит, большая энергия вкладывается вот в эту внешнюю струю, гораздо меньше во внутреннюю. В этой внешней струе скорость воздуха меньше. Вот та самая W – разгонная скорость. Зато масса за единицу времени Q гораздо больше. Ну, таким образом, выходит экономия, и грех ей не воспользоваться. Так что большинство современных самолетов именно такие двухконтурные двигатели имеют. А дальше я нарисовал турбовинтовой двигатель. Ну, здесь, так сказать, винт, вот этот вентилятор еще больше. Никакого сопла нет. А есть зато вот то, что здесь красным показано – редуктор. Потому что винт большого размера, он не может вращаться на тех же оборотах, на которых вращается турбина. Для турбины характерны большие обороты, а для винта относительно маленькие. Поэтому необходимо понизить обороты. Ну, и здесь масса отбрасываемого воздуха еще больше. Ну, а скорость, которая сообщается этому воздуху, соответственно, меньше. Поэтому эти двигатели, они характерны для несколько меньших скоростей полета. Ну, эти для близких к звуковым и для сверхзвуковых. Ну, еще дальше можно редуктор еще усилить и вообще ничего не выбрасывать с этой стороны. Так сказать, только выхлоп, продукты сгорания будут выходить. Ну, тогда мы... И воздух, конечно, тоже. Но мы не будем создавать реактивные струи. Ну, тогда мы получим газотурбинный двигатель вертолета. Винт еще больше, скорости вращения небольшие. Зато, значит, эти массы отбрасываемые большие. И таким образом достигаются большие, значит, большая сила тяги, которая нужна, чтобы вертолет мог зависнуть. Но он может это делать, в отличие от пассажирского самолета. Тот же не может вот так висеть фюзеляжем вертикально. Если какие-то военные могут там взлетать, то тяжелые самолеты нет. А вертолет может, вот он, да, взлетает. За счет того, что именно большая масса отбрасывается. Кстати, у нас об этом есть отдельный ролик, зачем вертолету такой большой винт. Если кто не смотрел, посмотрите. А кто смотрел, можете пересмотреть в свете того, что здесь сейчас было сказано. Ну, и теперь настало время нашего традиционного заключительного вопроса. И он будет в том стиле, как бы, двойного представления о реактивной тяге, которую я пропагандирую с самого первого ролика про реактивную силу. Ну, с одной стороны, мы можем говорить, что реактивная тяга создается потому, что из сопла вылетает реактивная струя. Но с другой стороны, для того, чтобы, значит, самолет двигался, нужно двигатель толкать. А это значит, что нужно раскаленным газом там внутри во что-то упираться и толкать двигатель вперед. Но здесь же у нас нет передней стенки, в отличие от ракетного двигателя. Ну, и спрашивается, а во что тогда упираются раскаленные газы, и почему они не прорываются сюда наружу? Ваши соображения на этот счет пишите в комментарии к этому ролику на ютубе.